Хайоу, всемку, вы на канале Дизлайн. Сегодня у нас будет достаточно необычный видос, потому что в этом видео я бы не сделал обучалку, я бы хотел сделать вообще тест на обнову и показать вам и обучить вас кое-какой фишке с новой пушкой, а именно вот этой. Сори, я забыл название, но не суть. А именно, покажу вам, как же с неё нужно играть и какая у неё топовая фишка и особенность. Но сделаю, так сказать, небольшой тестик и небольшие новости по поводу этого обновления. И в общем вам скажу, и после этого видео вы действительно будете в шоке от всех этих новостей. Ну а себя обязательно лайк и подписка на канал, ведь почему-то в последний момент нужно поднимать актив, но почему-то вы мне не помогаете. Помогите, пожалуйста, поднять актив. Всё, что нужно от вас, это всего лишь одна секундочка, то есть это лайк и подписка на мой канал. И обязательно также нажимай на колокольчик, я буду очень сильно вам благодарен. Ну и также, пожалуйста, можете оставить любой комментарий из пяти слов, это мне будет очень приятно видеть ваши слова поддержки, ну а также поможете видосу выйти в топ. Там, допустим, написать, дизлайн топовый видос мне очень понравился. И всё, я его лайкаю, и тогда видосик тоже выходит в топ. Ну а сейчас поехали к обнове. Итак, давайте я вам сейчас немножко расскажу о обнове и что туда добавили, и о новой имбовой пушке Корди. Итак, как по мне, это самая имбовая пушка, и когда ты играешь с ней, тебе не нужна ни ближка, ни далька, потому что она и на ближнюю дистанцию идёт, и на дальнюю. Давайте я вам объясню сейчас самую главную фишку этой пушки. Итак, фишка заключается в том, что когда вы обычно стоите, и можете настреливать на дальнюю дистанцию, как обычно, и также там неплохой урон, когда ты попадаешь в голову, он становится аж 170 или 190, но не суть. Вот. Она как бы М14, да, похожа чем-то, но всё же что-то есть у них какое-то различие. Но самое главное, то что когда вы садитесь, эта пуха становится наближку. То есть, давайте я вам объясню почему. Она становится настолько имбовой, потому что когда вы садитесь, вот у вас очень-очень много патронов обойми, это раз. Два, она очень-очень скоростная, это два. И третья, она очень-очень много бьёт, это как двухстволка, только, не знаю, с бесконечными патронами, вот один в один. Только тут единственный минус, то что когда ты сидишь, немножечко неудобно делать оттяжку, но не суть. То есть, вот на видосике я её делаю, довольно это такие легко, поэтому можете вообще спокойно юзать эту пушку, и вам не нужна будет ближка. Она будет у вас как ближка, так и далька, поэтому я считаю то, что это имбово. Вот за это вот большой респект. Но самый главный момент, который я хотел вам вообще пояснить, и почему я сделал это видео, это я вам хотел бы подсказать, как делать оттяжку с новой пухи. Дело в том, что на дальней дистанции вам нужно оттягивать сверху кнопки огня, то есть, давайте я вам покажу даже стрелочкой, вот тут вот. А когда вы сидите, то вам нужно оттягивать снизу, то есть, это и есть фишка, то есть, вам нужно оттягивать снизу кнопки огня, потому что у вас это идёт ближняя дистанция, плюс вы ещё и сидите, и тут как бы вообще чисто физически тяжело как-то оттягивать, когда вы сидите, поэтому вам нужно оттягивать снизу кнопки огня. То есть, я вам покажу вот так вот стрелочкой. Также, также вот совместили вот навыки, вот когда у вас есть пробуждённая Келли и обычная, эти навыки совмещены, и то есть сейчас вот эта вот Келли, это вообще самая имбовая, как по мне, самая имбовая персонаж. Ну и также Хаято, то же самое фигня, то есть, то же самое соединили вот это, вот эти вот их навыки, то есть, так сказать, два в одном, поэтому их сейчас юзать, это вообще отдельная лютая имба. Ну а мой видос подошёл к концу, я надеюсь, это видео было для вас максимально полезным, потому что тут я показал новую имбовую пушку и как ей пользоваться, а самое главное, как же давать в хедшот, так сказать, отяжку, поэтому я думаю, за такое точно нужно поставить лайк и подписочку. Ну а сейчас хочу пожелать всем удачи, обязательно нажимайте на колокольчик, всем удачи и всем пока-пока.